Всем привет, с вами Сталатка-55, и сегодня мы продолжаем играть в странице Ю-Тактику-2. Всё та же миссия за Советский Союз, там где надо захватить Окинаву, Шумусиму и потопить 10 крейсеров. В прошлой серии мы закончили на том, что капитулировали Мэнджиане и Мэнджио-Гоу, захватили территории Монголии, часть Синьцзяня, неплохо провели наступление на Японию, и сейчас мы начинаем с того, что перемирие с японцами закончилось. Я как раз успел подготовить кучу армий, конечно, я их не очень хорошо поставил, например, вот здесь у меня 12 дивизий, куча танков, хотя просто Синьцзянь тут даже на территории бывшего Синьцзяня, тут даже японских войск нет, а вот основная масса как раз здесь, тут бывают такие места, например, 5 дивизий. Ну ничего. Ну что ж, всем приятного аппетита, кто кушает, да и в целом всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Так, перемирие у нас закончилось, кстати, стран уже мало стало, но Гаминдан еще не капитулировал, долго он держится в одной провинции, да, поэтому будем как-то прорываться. Ну смотрите, сначала что, берем Токио обратно, мы его уже захватывали, ну и теперь делаем самое прикольное, вот японцы здесь отступили от Осаки и в Синькоку перевели все свои дивизии, кстати, да, чуть не забыл, нам надо сейчас здесь уничтожить всю флотилию японцев, которая здесь вообще есть, поблизости. Отлично, первая есть и второй. Так, все, теперь поблизости здесь флота японского больше не будет на некоторое время. Так, здесь мы захватываем Корею полностью, это не проблема вообще, потому что у нас достаточно дивизий для этого. Все, Корея наша полностью, теперь мы передвигаемся. Мотопехота, я не знаю, сможет вообще выбить из Шанхая дивизию. В Шанхае у них закупочный центр рядом с нами, и да, выбил, все, теперь они как минимум какое-то время здесь закупаться не смогут. И сразу в Хиросиму можно себе переезжать, пожалуйста. Все, мы основной японский остров захватили уже, отлично. Ну да, у нас даже уже есть еще один плацедарм для Китая. Давай-ка одну пехотинскую, пехотную дивизию сюда. Сразу же танк, сразу же танк сюда. Мы подошли к еще одному закупочному центру японцев. Так, сюда, далее. Еще один закупочный центр забираем. Это вроде бывшая столица КПК. Пока пройдемся еще здесь. Плюс танк, отсюда вышлем. Куда? Да в принципе сюда, думаю. А, нет, давай сюда лучше сейчас танк. Отсюда как раз переведем танк. Тут же сколько? А, тут просто две пехотных. Все, до одного танка хватит. Все, мы по-моему отбили все территории бывшего КПК. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ну, они не отступили полностью. Окружить я их не могу, поэтому... Подошли еще один танк. Здесь подошли еще один танк. Да, да, мы их будем бесконечно, видимо, выбивать отсюда. Да, и теперь сюда еще один танк подошлю. Мне просто убегают от нас, но уже не убегут. Вот, давай-ка, одну пехотную сюда. Дальше две пехотных. Ну, и уже куча танков остальных передвигаются как раз-таки уже сюда. Ого, ничего себе, никто не хочет, чтобы я эту последнюю дивизию японскую здесь убивал. Но придется. Все, наконец-то я ее догнал. В принципе, пока что, видимо, это все продвижения. А, нет, 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 точно. Точно-точно. Вот здесь, во-первых, долянь берем. Потом пересылаем через долянь уже в Циндау высаживаемся. Ну, и очень неплохо. Мы прошли как для одного хода войны. Снесли их очень хорошо. По рейтингу их почти обогнали. Доход у нас, понятное дело, у них 400 дохода, а было 800. Мы половину дохода за один ход у них отняли. Вот это я... Кстати, стоп-стоп-стоп. Чуть не забыл. Мне же как раз здесь надо захватить Шумусиму. Вот ради этого мы же как раз и шли сюда. Вот как раз ради этой же провинции мы сюда и приходили, поэтому да. Давай, атакуем эту руб. Все, захватили. Прекрасно. Вот теперь все, в принципе, да. Вот теперь мы хорошо продвинулись и даже больше дохода получили. У них теперь меньше 400. Так что очень хорошо наступаем на японцев. Даже не знаю, стоит ли мне сейчас делать с ними перемирие. Хотя здесь я вижу уже по 12 пехотных здесь, например. Ну, здесь артиллерия. Здесь у них 6 пехотных. Ну, то есть у них есть какие-никакие войска. Но, в принципе, их мало довольно. Вот здесь, конечно, да, нас выбьют из Шанхая. Но наша цель была просто сломать им заводы. Здесь нас выбьют. Ну, попробуем просто сделать перемирие. Почему бы и нет. Можем себе позволить. И давайте это сделаем. Так. Ну, в принципе, кстати, крейсеры мы уничтожили. Шумусиму взяли. Осталось только взять... Ага! Японцы будут до конца воевать. Да без проблем. Вообще без проблем. Я только рад. Что ж, начинаем. Начинаем продолжать. К сожалению, Гоминьдан капитулировал. Но, в принципе, уже давно мог он это сделать. Смотри, они сразу свели сюда огромное количество армии. Шанхая они не вернули. Ну, и не сказать, что они прямо в этом сильно пожалеют. Здесь они... Они решили, короче говоря, укрепляться. И сейчас не идти в наступление особое. А, кстати, точно. Мы же их здесь заблокали. Они не могут пойти обратно наступать на нас. То есть, они буквально под нашими бомбежками здесь сидят. И рано или поздно мы Сенкоку просто разбомбим. Это ж вообще прекрасно. К сожалению, мы пробиться сюда сразу не сможем. Но, ничего страшного. Подождем еще. Значит, смотрите, с чего начинаем. Предлагаю сделать небольшое, скажем, полуукружение. Через Сендау проехать. И вот так вот пробиться. Здесь окружение полное вряд ли получится. Хотя, кстати говоря... Хотя, не знаю. Но и попробуем. Смотри, мы здесь можем объехать. Пойти сюда. Ну, неплохие тиски мы можем... Ого, у них здесь самолеты. Здесь у них очень много всякого вот такого барахла. Это прямо огорчает, на самом деле. Ну, смотри. Где-то мы точно сможем пробиться. Например, сюда. Я думаю, таким количеством танков мы в состоянии сюда пробиться. Да. Прекрасно. У нас, кстати, десантников сейчас нету, к большому сожалению. Ну, ты глянь, смотри. Ооо, ты посмотри. А это выгодно выглядит. Можно сюда перекинуть сейчас свои армии. Ой, точно. Я же их только перекидывал. То есть, они не доедут. Ай, жаль. Жалко, жалко. На самом деле, жалко. Ну, давай тогда как. Два танка на одного. Соответственно, мы выигрываем. Ну, и давай сюда просто пробьемся. Ну, такое, кстати. Я не успеваю довести резервы. А, да ладно. Серьезно? Я здесь в состоянии пробиться и даже укрепиться позже. Давай их подбомбим здесь. Оооо, как жаль, что танка нету. Я бы закрыл сейчас такой здоровенный котел. Нету ни танка, ни десантников. А я бы хотел бы. Очень бы хотел бы сейчас десантников, либо танки. Прям не хватает их сейчас. А, слышишь? Я... Не-не-не-не-не. Это плохая идея. Такого быть не может. Давай-ка. Раз. Два. Да-да. Это невозможно. Сюда перекинуть два танка, чтобы они пробились. С Женей это невозможно. Здесь у нас все закрыто на этом фронте. Здесь мы пока что подводим армии. Здесь пехоты побольше бы, чтобы их в Коку захватить. В итоге высадиться на Окинаву и вообще закончить эту миссию. Потому что, ну, по сути, не так-то и много осталось. Так что, буду сейчас на Хиросиму сводить войска основные. Здесь у нас очень даже хорошая ситуация. Смотри-ка. Ну, в принципе, такой же... Такая же ситуация по доходам, как в прошлом ходу. Только мы здесь уже посильнее продвинулись. Смогли все-таки японцы некоторые свои позиции вернуть. Но, в целом, это не страшно. Смотрите, с чего мы начинаем. С того, что мы берем и пехотную дивизию перекидываем сюда. Соединяемся с Шанхаем. Кстати, здесь еще партизан нет пока что. Поэтому я предлагаю сюда подкинуть дивизий. Чтобы здесь их и не было. Танк сюда. И, в принципе, здесь очень просто сплюсовать. Как раз пролив за нами. И вот так вот все выбить их из Циндао. Им даже некуда бы сейчас было отступать. Соединили наши войска. Теперь давайте сюда переключимся. Здесь тоже есть, кстати, классное место. Я имею в виду, мы можем отсюда танки перекинуть. Даже танки и мотопехоту. И пробиться в Чуньцин. Отрежем их вот так. Теперь же у нас отлично здесь место, чтобы их отрезать. Но вот, к сожалению, здесь целых 18 дивизий. Плюс еще куча авиации. Здесь сложное положение. Ну, в принципе, сюда тоже мы танк пересылаем. А, да. Обидно, конечно. Одним танкам не выйдет сюда. Ну, давай сюда двумя танками. Ну, двумя танками, конечно, вышло. Так, здесь у нас что? Здесь, в принципе, мы можем зайти. В принципе, пехотку если обратно закинуть, это не страшно. Ого! Вот это хорошо, кстати. Мы сейчас выбьем просто уже огромную группировку врага отсюда. Давай это сделаем. Все, отлично двигаемся. Ну, и, кстати, это даже не все. Даже не все. Здесь мы еще выбьем тоже немаленькую группировку врага. И теперь здесь у нас котел, конечно. У них котел, в смысле? У нас нет никаких котлов. Нас не закрывают в котлы. Их будет, конечно, отсюда сложновато выбить. Их здесь много. Их раз довольно далеко армия ушла. Точнее, не пришла еще армия. Но это еще не все. Здесь следующее. Это надо синкоку захватить уже до конца. Ну, как до конца. Мы это даже не пробовали делать. Так что давайте. Ну, так. Ну, и даже сплюсуем для того, чтобы наверняка было. И да, захватили. Они даже не отступают их. Ну, понятное дело, почему. Потому что здесь все закрыто нашими кораблями. Все. Осталось забрать фукоку и дальше в Окинаву просто пройти без проблем. Здесь я окружаю их корабли. Чтобы они нам не мешали, не ломали ничего. Итак, посмотрите. Они опять здесь начали наступать на нас. Здесь даже они открыли котел вот этот вот. А, Юнань начали наступать. Отлично. Гуанси. Ой, хорошо. У нас совместное наступление пошло. Шанхай они не забрали. А это ужасно для них будет. Потому что 11 танковых дивизий здесь начнут прорваться. Даже я сделаю подкреп, чтобы здесь не захватили за один ход. Дальше здесь у нас. Дальше интересней только. Дальше интересней. Ну, давайте как сделаем вот так. Здесь вот. Нет, здесь мы так не будем делать. Они же мою же провинцию захватят из-за этого. К сожалению, здесь котел нормальный не сделать. А, жаль на самом-то деле. Но и подбомбим здесь. А, все. Так они сейчас даже отступать особо не смогут. Потому что мы их сразу захватим. Давай. Все, выбиваем их, уничтожаем. Сразу же можно из Циндава проехать в Анцин. Отлично. Здесь очень хорошо двигаемся. Так. Здесь мы полностью котел сделать не можем. Синьяни мы захватить за этот ход точно не можем. К сожалению. И танков здесь тоже нет. Ну что, давайте сюда посмотрим. Здесь у нас просто прекрасно все. Потому что мы можем заходить из Энгавы в Кандын. Здесь танков не хватает. Здесь вообще ничего не хватает нормально. Но в целом... В целом-то, кстати, здесь есть неплохое место. Вот, например, это... Туда пробиться даже очень просто. Четыре вот дивизии. Стоп. А, не, все хорошо. Можно, можно. Там есть дивизии, чтобы там захватить. Здесь просто огромное количество у них армии. То есть это прям, ну, очень много. Здесь пехотка бы не помешала, кстати. Не помешала. Но... Что мы делаем дальше? Мы просто продолжаем двигаться. Здесь плюсуем. Жаль, конечно. У нас точно нет десант. Нет у нас десантников. Никаких, абсолютно. А жаль, знаешь ли, жаль. Ну, выбиваем их. Они в синяя не отступают. И, в принципе, пока что здесь все. Потому что здесь пехоты у них очень много. Но в целом, просто посмотрите, как мы их сжали. У нас все-таки уже больше военной мощи. Доход уже давно больше. Ну да. Что? Они решили отступать. Пока что танки у них в Окинаве находятся. Надо догонять их. Погоди. Не надо, не надо заканчивать ход. Получается, мы уже основную часть Японии именно захватили. Островную. Ну, это очень даже радует меня. Потому что сейчас Окинаву возьмем и все. И победа. Вот понятна вообще судьба Японии. В принципе, она держит кучу, конечно, двенашек пехотных на границе с нами. Но, то есть, смотри, например, на границу Гуанси и Юндания, там мало армий действительно. Поэтому японцам конец скоро. Мы, кстати, все еще не гегемоны, а просто великая держава. Чуть, кстати, не забыл. Посмотрите, что здесь японец утворил. Взял просто и сам нарек себя на четкую смерть. Окружаем и со всех сторон давим. С огромного количества сторон. Огромное преимущество. И уничтожено. Их флотилия в Токийском заливе. У них, конечно, здесь еще куча флота будет. Но я думаю, сейчас они явно не о флоте волнуются. Итак, японцы неплохо здесь начали наступать. Но неплохо это для нас. Потому что, смотрите, во-первых, они вот так взяли и здесь котел себя сами завели. Сейчас мы этот котел как раз закроем. Причем идеальный котел, прям четко все. Ну давай, отсюда. Отсюда, отсюда, отсюда и отсюда. Ой-ой-ой, я затупил, согласен, да. Не увидел действительно, что там они могли отступить. Ну ладно. Давай-ка здесь пехотку кидаем вперед. Вот здесь у нас прибыли наши 11 танковых. Они окружают вот это вот Венчжоу. Сразу же захватим Венчжоу. Дальше. В принципе, захватим еще двумя танковыми. Вот здесь город Ганчжоу. Так, теперь давай-ка еще танковая дивизия окружает вот эту девятую. Ну, девять дивизий японских. Еще окружаем вот здесь, под Нанчаном дивизии японцев. Ну а очень хорошо идем, очень хорошо. Оставляем здесь одну танковую дивизию, конечно же, оставляем. Да-да-да, все-таки, да-да-да, надо ставить здесь дивизию. Ты глянь, кстати, они здесь практически ничего не могут нам сделать нормально. Урона нам нести они не сможет. Вот как бы сейчас лучше действовать? Честно говоря, даже сложно представить. Потому что они могут отступить сейчас. Сейчас обидная ситуация, действительно. Сейчас бы какой-то бомбардировщик бы не поме... Опа, а у меня здесь есть бомбардировщик. И он реально работает неплохо, кстати говоря. Правда сейчас... Хотя нет, не сильно подранило. Нормально. Здесь, в принципе, тоже армия есть. Ну, знаешь, куда давай наступать. Давай начинаем по порядку. Во-первых, наступаем сюда со всех сторон. Должно сработать. Ну, отсюда я еще перекину тут дивизию. Три, наверное, даже две. Должно хватить. Отлично. У нас все-таки есть технологическое преимущество какое-никакое. Так, здесь чистая пехота у них. Поэтому давай с двух сторон надавим. Удачно. А здесь у нас... Даже не знаю. Здесь даже, я думаю, просто сделать котел надо. Как-нибудь сделать котел. Но это невозможно на данный момент сделать здесь котел. Увы, одну провинцию мы не закроем. Отступать огромной армией назад. Это такое. В целом, смотри, какие здесь огромное продвижение у нас. Дипонцы здесь практически уничтожены. У них группировка армии уже чуть ли не в два раза меньше, чем у нас. Ну и в целом, кстати, сейчас завершим миссию, видимо. Даже сделаем так, чтобы мы 100% завершили миссию. Мы, кстати, можем и на Тайване высадиться, и сделать котел. Давай по красоте высадимся на Тайвань. И теперь зажмем их здесь. Отлично. Все, миссия выполнена. Японцы вообще потеряли огромное количество своих сейчас дивизий. Всего они потеряли практически. Мы все еще не гегемон, кстати. Да, японцы практически уничтожены. Огромное количество земель под нами. А вот союзники им вообще классно. Они захватили Таиланд и просто сидят. Ну, в принципе, да. А кто все это время был нейтральным, так это реально Португалия. Классная миссия мне зашла, реально. Она прикольная такая. Интересная была. Ну и не сказать, что сложная. Ну, на этом все, ребят. Тоже такое видео не сильно длинное получилось, но я считаю нормальное. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok